Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я поведу речь о установке нового газового напольного котла с итальянской автоматикой EUROSIT 630 за вместо вот этого старого котла, который вскоре будет демонтироваться. Замена происходит не из-за того, что данный котел сломался, а из-за неудобства его использования, так как этот котел из дешевой ценовой категории 10-летней давности, и разумеется газогорелочное устройство в нем не автоматическое. В свое время, когда этот котел покупался, ну наверное скорее всего экономили, либо просто поставили от безысходности. Речь в данном видео скорее даже будет не о установке нового котла, а больше о целесообразности применения в быту котлов с автоматическими приборами управления газогорелочными устройствами. На примере EUROSIT 630, который установлен в данном котле Danco, мощностью в 150 кВт, то есть данный котел в легкую сможет обогревать помещение площадью в 130 квадратных метров. Обратите внимание на данную трубу дымохода. Зачем-то ее покрасили, не пойми чем, и со слов заказчика она постоянно воняет краской. Оно-то и неудивительно, ведь данная труба при работе газового котла здорово нагревается. В общем, на новый котел будет монтироваться труба из нержавеющей стали. Полы тоже здесь будут, разумеется, ремонтироваться, так как даже невооруженным глазом видно, что они кривые. Не обязательно ровность либо неровность полов проверять специальным инструментом типа уровня. Для этого я иногда использую такой-то обычный металлический шарик от обычного подшипника. Горка идет туда, горка идет сюда. А в том месте, где торчал тот злосчастный краник для слива воды и системы отопления, заказчику пришлось сделать при монтаже полов своеобразный такой перепад. Так как все это дело упиралось бы вот в это. После демонтажа кранника этот аппендикс я заглушил. Теперь краник будет располагаться вон в том месте. Далее здесь будет производиться ремонт и данные трубы отопления будут зашиваться коробом. И данная торчащая пипка как раз закроется на толщину направляющего профиля и зашьется коробом. Делали это, конечно же, не специалисты, а сам заказчик. После монтажа нового котла здесь будет производиться монтаж нового ровного пола. Но видеоролик сейчас не об этом. Вода была мною системой уже полностью слита и система была еще плюс ко всему и промыта. Сейчас можно приступать к демонтажу данного старого напольного котла. Для этого придется выполнить 4 операции. Открутить здесь. Открутить здесь. Демонтировать трубу дымохода. И демонтировать подачу газа в газовый котел. Так как на подачу газа к новому котлу, здесь в дальнейшем будет подключаться вот такой вот специальный металлический газовый шланг. Который будет вводиться в котел сбоку и подключаться уже внутреннего. Ну а теперь вкратце хотелось бы упомянуть о всей бестолковости данного второго газового котла. Чтобы прибавить либо убавить температуру, заказчику приходилось по несколько раз на дню крутить данные вентили. Ну во-первых это неудобно. А во-вторых за несколько лет эксплуатации они быстро износились. И бывало даже такое, что вот эта вот данная кнопочка, сейчас я ее нажму, слышите да? Прошла подача газа в котел. И на нее стоит вот этот вот рычажок. Вот если видно. То есть вот этот рычажок самопроизвольно начал слетать. Все, подача газа прекратилась. В чем опасность данной ситуации? То есть это значит, что горелки все потухли. И если вас нету, к примеру, дома, вы уехали куда-то на длительное время, ваш дом просто-напросто заморозит. Не говоря уже о всей системе отопления. Я уж не говорю о нецелесообразности применения подобных котлов с точки зрения экономии. Когда, к примеру, у вас стоит счетчик газа, а котел продолжает работать в том режиме, в который вы его поставили в последний раз. Так как в подобных котлах отсутствует автоматика, их нужно постоянно контролировать вручную. Чего не скажешь о котлах с автоматикой. 10 минут работает, 10 минут нет. Затем опять по новой. И, разумеется, тем самым экономится и потребление газа, когда у вас стоит счетчик. Так как автоматику контролировать не нужно. Таким образом, в доме будет постоянно поддерживаться нужная вам температура. При работе с котлом, при его монтаже и демонтаже используются газовые ключи. Это необходимый инструмент при такой работе. В общем, при монтаже данного газового котла, когда-то здесь все было замазяно краской. То есть, использовался такой старый дедовский метод, когда на резьбы наматывался сначала лен, потом данный лен обмазывали масляной краской, и только потом все это дело затягивалось. То есть, такие соединения, обмазанные и замазанные краской, разбирают довольно-таки трудоемкое занятие. Плюсом данной модификации котла является еще и то, что внутри него расположен бойлер. То есть, сюда подключается ввод холодной воды, вода внутри котла нагревается, и отсюда уже выходит горячая вода. Которая затем направляется к смесителю на кухню. Количество горячей воды, которую будет прогревать котел, будет вполне достаточно, чтобы помыть посуду. Ну, а для более серьезных задач уже устанавливаются отдельные большие бойлеры. Данный котел будет монтироваться к данным трубам отопления с помощью полипропиленовых труб. В общем, пожженных стен, полов, потолков, гари, копоти, дыма, как это происходит при сварочных работах с металлическими трубами, здесь не будет. В общем, можно сказать, что те времена канули в лету. Так как в наши дни появились уже совсем другие материалы. И, соответственно, другие инструменты для работы с этими самыми материалами. И монтаж полипропилена при монтаже данного котла производился при помощи вот такого вот паяльника для монтажа полипропиленовых труб. Как производится пайка полипропиленовых труб я в этом видео не рассматривал. Так как такое видео уже есть на моем канале. Для того, чтобы соединить металлическую и полипропиленовую трубу, используется американка. И если на металлической трубе, к примеру, отсутствует резьба, то сначала, конечно же, нужно ее нарезать. Резьба на металлической трубе нарезается, к примеру, при помощи вот такого вот ручного резьбонарезающего инструмента. В который вставляется трубный клуб под диаметр определенной трубы. В продажах они выглядят примерно вот так. И продаются под трубы различных диаметров. После того, как котел был установлен и подключен, система отопления была заполнена водой. Через данный установленный краник с штуцером, в который вдевается обычный шланг и в него подается вода с водопровода. После заполнения системы водой осуществляется первый запуск котла. Для начала открываем подачу газа в котел. В общем, объяснять я буду на простом и доступном для всех языке. В выключенном состоянии автоматика находится, когда данная точка на барашке совмещена с кнопкой пьезозажигалки. Далее нужно повернуть барашек, чтобы данная звездочка на барашке совместилась с кнопкой пьезозажигалки. Кстати, на кнопке пьезозажигалки нарисована такая же звездочка. Далее нажимаем на барашек, тем самым сейчас подается газ к запальной горелке. Далее нажимаем несколько раз на пьезозажигалку и держим данную кнопку, не отпуская, 10 секунд. Ну а далее просто выбираем нужный режим отопления из 7 положений. Проще говоря, данная автоматика работает следующим образом. 10 минут она работает и на 10 минут она самопроизвольно отключается. Таким образом, в помещениях обеспечивается нужная нам температура. И плюс еще ко всему происходит и экономия на потреблении газа данным газовым котлом. Который, быть может, не сильно существенно, но все же влияет на бюджет потребителя. Теперь многие из вас, наверное, поняли, что приобретать лучше газовые котлы с автоматикой и лучше с итальянской, как в данном случае. В общем, экономить на этом никак не стоит, так как выйдет только себе дороже. И еще раз повторюсь, так как с подобными котлами при наличии у вас счетчика газа, экономия будет ощутимой. Так как данные котлы в плане потребления газа экономичны, даже несмотря на то, что вырабатывают при этом приличные температуры, выполняя при этом все возложенные на них функции. Ну и несомненно, большим плюсом, конечно же, является удобство их эксплуатации. И еще подчеркну, их бесшумная работа. Так как, со слов заказчика, котел, который был демонтирован, здорово гудел и даже иногда мешал спать, так как его было слышно ночью в тишине даже в соседней комнате с закрытой дверью. Данная шкала на газовом котле указывает на температуру воды в системе отопления. На данный момент котел работает на самом минимальном режиме. И, как видите, температура воды в системе отопления 40 с копейками градусов. Сейчас на улице минус 5 градусов, в доме плюс 25. И, как мы видим, счетчик газа, когда котел в очередной раз автоматически отключился, счетчик газа перестал насчитывать. Сейчас я наглядно подловлю момент, когда он опять включится. И так вот он включился, и счетчик тоже начал движение своих циферблатов. И так повторяется примерно через каждые 10 минут. Посмотрев данное видео и усвоив для себя информацию, думаю, теперь многие из вас сделают правильный выбор. И на этом у меня, пожалуй, на сегодня все. И мне остается лишь вам пожелать уюта и тепла вам в ваших жилищах. Подписывайтесь на мой канал, обращайтесь. Всего вам доброго и до новых встреч!